Я хочу пояснить слово «совещание». Мы же тоже советуемся. Плохо, когда не советуются люди. Советуются надо самым незначительным человеком, если он специалист в какой-то области. Иногда в вопросах житейских жена бывает, что она убит намного быстрее мужа в житейских делах. Вторая книга Параллель Паминон, 20 глава, 21 стих. И совещался ему с народом. И поставил он певцов Господу, чтобы славословили Господа. Вот как устроить храмы, как клиросы. Об этом надо советоваться. И лучше принимать. Почему люди говорят, в командировку ездят? В командировку возвращается. Его поставили туда. Он приехал, посмотрел, перенял этот опыт, принес. И теперь он его здесь вмонтирует. Мы сегодня отправимся в командировку в апостольские времена. И что нам Дух Святой скажет о пении? Если кто радостен, поем псалмы. Не расцветали яблони и груши. Хотя неплохая эта песня. Но как расцветали души людей под влиянием Божиим. Есть такие песнопения. Мы их изучаем. В 16 томе открытым оком у нас там 60 песнопений. Добрые. Правда, они не наши. Не православные баптистские. Но они очень хорошие, духовные. Нигде против истины ни одного слова там не сказано. Тем более у нас люди, которые пришли из баптизнов, они знают напев, мотив. И слово Божие говорит, совещались. Надо посовещаться. Ну в храме нельзя. А выйдем, там мы можем. Псалом 2 стих. И вот восстают старые земли и князья, совещаясь с вами вместе против Господа и против помазанника Его. Вот такие бывают совещания. А так где они против помазанника? Против помазанника Божия. Не только против Христа. Против верующего. Против свидетельствующего об истине. Господь говорит, касающийся вас касается зеницы ока моего. Если человек, верующий, признает Христа, будьте очень осторожны с ним. Не говорите никаких слов. Он сказал, совершенно с нами не сходятся. Запомни, приди, проверь, а потом ему скажут, в этом ты ошибаешься. А не так. А исцеляют? Исцеляются люди. Исцеляются у пятьдесятников. А это от сатаны. А там наркоманы. Делаются трезвыми людьми. А это от лукавых. Остановись. Сатана сатану не изгоняет. Сразу запомни. Иду, если он где хочет. Будь очень осторожен. К нам приходят разные юридики. Мы с ними беседуем, даем книги. Нынче, представьте себе, от сектантов мы получили тридцать тысяч евангелий бесплатно. Сами привезли. Мы их разгрузили. Сейчас Свобода Евангелия от Иоанна. Так а сколько другой литературы мы привезли? Кому надо подойдите, мы дадим здесь. Почему? Я добавил ответ на то, что мы просили Духа Святого помочь нам через кого и не стали. Помоги нам через Патриарха. Патриарх никогда не даст. Помоги через епископа. Епископ никогда не даст. А Бог открыл источник с той стороны, откуда никто не получает. Я могу сказать, если сегодня сказали, скажите, кто столько евангелий получил от неправославных? Думаю, немногие. А почему? А есть такое выражение, люди. Простое. Ласковый теленок двух маток сосет. И с еретиками нужно обращаться кротко. Канун есть. Чтобы обратить их. Мы еретиков можем обратить только тем, что покажем, что мы более духовные, что мы движимы Духом Святым более кроткие, смиренные и ласковые. Но иногда и грозные слова приходится говорить, как правило. Враг всякой правды, свинь дьявола. До кого будешь совращать с прямых путей Господним? У нас прямых-то путей не знают. Сначала надо наставить. И сектанты всех его совращают, они не с прямых путей, а они на распутье подобрали. Никакие это не православные, хотя ходили в храм. Понимаете? Ну, в смысл надо вникнуть. Нет прямых путей сегодня, они избились, ты пока дойдешь, до Христа ты не доберешься. Псалом 63-6. Они утвердили знобно миление, совещали скрыть сеть. Говорили, а кто их убить? То есть и на это люди совещаются. Куда-то призывают. Кого-то. Ну, допустим, Нафанаила пригласили. Так. Гамалиила пригласили. И он среди их сидит. Христа решили в Совете взять. А он в стадо дает совет другой. Вот апостол Порестов говорит. Он опять в Совете говорит, наш закон не сонит так, чтобы не выслушать сначала. Ну, ладно. Призовите. Вначале с ним привлекаться. А разве кто приходится за завета в пророк? А он свое. Он один. И он остался как память для народа. Даже если ты занимаешь депутатское место где-то, ну и там ты делай свое дело, продолжай. Где бы ты ни был. Где можешь там противостоять. Я тебе все потом скажу, что я неоднократно это испытывал. Неоднократно. Уж я сегодня могу выдать статистику, что я около полутора тысяч раз ткнул в коммунистов своих книгах. Тысячи. Я от души коммунистов по дню рождения еще поздравительные прислали. Сейчас сообщили только из городской администрации. Значит что? А внутри они понимают. Я это делал, желая добра им. Чтобы они познали истину. Чтобы они душу свою спасли. Даже самая коротенькая встреча должна оставить в них отпечаток. О Боге. Псалом 824. И вот они против народа твоего составили коварный умысел. И совещается против хранимых тобою. И сразу вопрос. А не я не среди этих? И коварный умысел. Коварный умысел очень часто делают священники, епископы. На это не надо соваться. Епископ привел. Да мало что он велел. Он может в воду давно прописанную. У меня есть святая вечная библия. Переведенная на русский язык. Вот она красавица лежит. И у каждого она должна быть дома. У каждого она должна быть сердце. Открывая библию мы здоровьемся. Здравствуйте дорогие апостолы. Заходите в дом дорогие движимые духом святым пророки. Которые писали священное писание. Вот такую молитву надо составить. И говорите, что как бы грозно вы не обречали меня. Обречаете царя Ахава. Это меня обречаете. Царя Давида. Это меня. Я благодарю вас. И целую вас. Ваши ноги. Так близки вы мне. А если бы не это. Где бы я был? О Петр. Твое падение меня восставляет. Давыд. Какое счастье, что Саул тебя не нагнал, не убил. Иначе у Псалтырии дорогой не было. Ну найдите ласковые слова. Чтобы Иезей был движим духом святым. И когда мы придем на небо, мы встретимся с апостолами, с пророками. А я с вами разговаривал заочно. А вы слышали? Вы так их спросили. Вы же помогали мне. А они думали, когда мы и знали, что вы есть. Мы на такой вариант тоже согласимся. Потому что нам не надо знать это. Но мы делали это с верой, как учит православная церковь. Но главная молитва наша Господу Богу, Иисусу Христу. Притча 20 глава 18-17. Предприятие получает твердость через совещание. И по совещанию веди войну. Ты что-то решил делать. Ну моя дочь. За кого хожу? Хочу за другим годом. Правильно. И в то же время посоветуйся. Есть бабушки, у которых большой опыт. Есть родственники, конечно верующие. Священник. По совещанию веди войну. Где объявить войну? Там вот такие это не признают. Не выскакивай. Ты еще не все знаешь. А я пойду. Некоторые святые страдали. Их мучили. Они не отреклись. И церковь, и сразу списка святых. И некоторые возременовали это сами пошли. А я верующий. Их никто не вызывал. Никто не арестовал. Почему? Чтобы меня было казнить. И я завтра буду на стенке. Ее плохо будет моя. Но вот начали мучить. Раскаленные иглы загоняют под ногти. Кожу режут лентами. Глаза вырезают. Выдавливают. Выжигают. И человек отрекся. В житиях святых такое написано. И были гонимые страхом. И отреклись от Христа. И никто не знает их кончина какая была. Где они закончили. Не вылазь нигде. Бьют в одном городе. И все время молись. Если случится гонение на нашей жизни. Оно вполне может быть. Я-то уже старый. А деточки подрастают где. Как они нуждаются в нашей помощи. Я смотрю на них. И все время об этом думаю. Кто устоит. Кто согласится умереть с голоду. Не принять печать. Только Дух Святой может сегодня запечатлеть их. И сохранить. Исайя 31. Горе непокорным сынам Господь. Который делает совещание. Но без меня. И заключает союзы. Но не по духу моему. Чтобы прилагать грех ко греху. По духу его. По Писанию. Что бы ты не надумал делать. Даже покупать. Меня не нам удивили. Из Казахстана сводят. Мы решили купить. Тут. Какой-то прибор. Прибор-то простой. Чуть ли не стиральная машина. Вы нас благословите как-то. Вы же сами разлетаетесь. Нам хочется, чтобы она не ломалась. Бог в помощи. Убирайте. Возьмите мастера. Я смастера. Я вам что-то сделаю. Но человек понимает, что благословение многое несет. Возьмёт технику. Раз. Оно ломается. Надо все делать по совету. По благословению. Водой святой покрапить. Ну, нам же указано это все. Мы думаем, что случайно эти богатые люди приезжают с машинами и освещают. Это не случайно же все. Много-много аварий на дорогах. Специально подставы это делают. А мы выйдем. А можно сохраниться? Нельзя. Ты только выезжаешь, и тебя уже ждут. Как они с тобой разговаривали. Пошли ему подставить, чтобы ты ударился. А я в милицию вызову. Милиция в ней в сторону будет, потому что ты ударился-то. Тогда можно спросить, нельзя. Один вывод только от Духа Святого. Дух Святой, если тебя сохранит, а те навстречу выехали, они в другой аварии попадут сами. Их Бог свернет. Они тебя в глаза будут глядеть и не увидят тебя. Дух Святой. И кто из вас едет в город, чтобы вся семья весь день знала? Родитель наш на машине едет. Повышенная опасность. С молитвою. Да несколько раз. За малых деток поставьте на молитву. На коротеньку. Хотя бы минуты две. И вот там сатана уже со всех сторон блокирует. И вдруг как-то развернется, и все по-другому будет. Делайте совещание. Матфея 28.12. И Синий, собравшись со старейшими, сделал совещание. Довольно дельник дали воинам. В таких делах не участвовать. Ни где не платить. Никаких взяток не давать. 1 Макарейска 8.15. Они составили у себя совет. И поставили каждый, постоянно каждый день. 320 человек совещается обо всем, что относится до народа и благоустроения его. Вот такая была тогда дума, верховный совет в Римской империи. Ни переворотов. Каждый год они нового президента. Нагад избирали тогда. И евреи услышали, что такое мудрое государство. Они сразу святые люди, макарейские, составили делегацию. И послали к ним и говорят. Давайте с нами союз заключен. Никого не обижай. И заключен, заключен. Если на нас попадут, вы нам, войсками поможете. На вас, мы вам. И в это время Израиль жил мирно. Но это язычники составили. Но израильтянам очень понравилось. То есть мы можем брать это всюду. Я иногда беру полезное. Совершенно одних христиан даже. Меня за это уплекают. Вы у Конфуции берете. Да, у Конфуции беру. Беру. У Людера берете. А он протестал. Беру. У него есть такая фраза. В мире есть одна книга. Одна. В Библии. И одна личность. Христос. Чудо-то какое. Ну запомни это. А он сказал людям. Дух Святой сказал. Я не верю, чтобы сам человек такие слова мог сказать. Потому что он был католический монах когда-то. И вот Бог пробудил. Он потерял священство. Это самая трагическая страница в истории немецкого народа. Но он вывел к Библии. И его посчитают как самого святого. Потому что он перевел на родной язык. Серафа 38.11.15. И советуется с женой о сопернице. Сегодня нельзя советоваться. С боязливым о войне. С продавцом о мене. С покупщиком о продаже. С зависимым о благодарности. С немилосердным о благотворительности. С ленивым о всяком деле. С годовым наемником об окончании работы. С ленивым рабом. Рабом о большой работе. И не полагайся на таких ни при каком совещании. Но обращайся, если только с мужем благочестивым. О котором узнаешь, что он соблюдает заповеди. И поэтому будем просить Бога. Чтобы Господь Духом Святым указал нам, с кем нам советуется. Потому что рядом с нами верующие люди. Вот у нас вчера ездили в шаршино-гладовестники наши. И вернулись. О, какой там народ страшный. И вешается. И вены себе режут 20 лет уже жизни. 20 лет. Какое безобразное пьянь. Какие лица. А мы живем. Мы живем просто как будто так только и надо. Мы должны каждый день начинать благодарность. Это вторая ступенька. Господи, благодарю Тебя. Ты дал мне веру, веру святую и православную. Дал этот день духов. Он ни на чем не основан. Только на любви к Духу Святому, на желании жить в Духе Святом. И сохрани меня и доведи до Сарства Небесного. Аминь. 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 Аминь.